К нашему эфиру присоединяется Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины. Николай Тарасович, приветствуем вас в эфире Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот с этого в кавычках фермера и начал бы. То есть мы еще с вами поговорим о истинных мотивах польских фермеров, о селекторе у президента. Но вот по поводу таких вот фермеров, о чем мы только что говорили, разбираться с польским правительством, как говорил Владимир Зеленский, мы будем. Но насколько здесь стоит обратить внимание на ситуацию именно польским правоохранительным органам? Ну, стоит, конечно, и не обратили. Это была реакция достаточно быстрая и достаточно однозначная. Поэтому, я думаю, мы все свидетелями этого было. Важно также подчеркнуть, что все-таки эти вещи, которые имеют провокационный характер, они не массовые. Они пресекаются. Мы были все свидетелями этого. Кроме того, ну, например, я, другие министры, когда постоянно с нашими работниками консульства, посольства в Польше, они постоянно на границах с той стороны. И когда возникают такие ситуации, они вмешиваются. Польская полиция тоже вмешивается. И это было и в случае, когда была попытка рассыпать зерно, и она удалась нам на 4 тонны. Они отогнали потом этих протестующих. В принципе, вчера вечер железная дорога была разблокирована, она сегодня работает. И такие ситуации были и другие. Ну, например, с военными грузами были две ситуации. Первая подъехала польская полиция. В принципе, эта дискуссия была 15 минут. Она забрала этот груз и без очереди провела его через границу. Во второй ситуации была где-то похожая история. В любом случае, конечно, есть гиперболизированные, по моему мнению, отношения к экспорту Украины. И там много мифов. И такое бывает в разных сложных ситуациях. В Украине я был свидетелем, как бы, тоже, скажем, когда разных протестов фермеров в свое время до ковида и до войны. И тоже было много мифов. Поэтому, как бы, тут нужно в любом случае терпение, понимание и постоянное разъяснение. Это не первый, не последний протест в Европе фермеров. Это, в принципе, часть их жизни. Это часть жизни каждой власти в Европе. Большая часть жизни – это общение с фермерами, дискуссии, взаимные компромиссы в том числе. Ну, я напомню нашим телезрителям, что протесты и блокировки украинской границы со стороны Польши начались еще в конце прошлого года. Якобы импорт дешевой украинской аграрной продукции сбивает цены на внутреннем рынке и делает труд фермеров менее рентабельным. Однако, как заявил президент Зеленский, украинское зерно не поставляется в Польшу с апреля 2023 года. К слову, то зерно, которое высыпали поляки на железной дороге, направлялось именно транзитом именно в Германию. При этом в Польшу и другие страны Европейского Союза поступает зерно из России. В прошлом году, маркетинговом году, который еще продолжается, по подсчетам агроэкспортеров, россияне экспортировали в ЕС около 3 миллионов тонн зерна, в том числе и через Беларусь. Относительно же украинско-польской границы, то на сегодня заблокированы 6 пунктов пропуска. Протестующие объявили, что их акция будет продолжаться до апреля. И тут хотелось бы понять первопричины. Получается, что невыгодно полякам продавать свое продовольствие, потому что цены понизились из-за российского зерна. Поскольку, давайте вспомним, и министр Кубраков тоже говорил о том, и Владимир Зеленский обращал на это, что буквально 5% украинского зерна попадает в Польшу. И даже вот это, которое зерно высыпали, оно направлялось в Германию. Тут тоже непонятно, кто понесет убытки, конечно же, кто эти убытки, точнее, оплатит. Но это уже второстепенный вопрос. Вот касательно первопричины этих убытков, которые несут польские аграрии, что можно сказать? Может, все-таки стоит задуматься о том, чтобы внести в санкционный список и российское продовольствие именно в Европу, а не в страны третьего мира, а все-таки в Европу. И тогда не будет проблем, и этот рынок будет работать как для Украины, так и для Польши в том числе. Ну, смотрите, по моему мнению, не только по моему мнению, там есть ряд причин, которые в какой-то мере усиливают друг друга. Первое. Я думаю, все были свидетелями, что протесты были не только в Польше, они были по всей Европе. И причины этих протестов можно обобщить, скажем так, в две основные. Первое. Это недовольство европейских фермеров особыми требованиями экологическими, связанными так званым «зеленым курсом». Второе. Это уменьшение или изменение дотации. Какая общая позиция у европейской фермеры? Она приблизительно звучит таким образом, что, уважаемые Брюссель и уважаемые правительства наших стран, вы год от года от нас требуете больше и больше придерживаться новых и новых экологических норм. И это требует от нас денег и инвестиций новых и новых. В то же время вы открываете рынки сельхозпродукции Европы для других параллельно, для других стран в мире. Для Бразилии, Украины, Новой Зеландии, Канады, Австралии и так далее. И в этом контексте вот это приблизительно так звучит в Европе. И следующее, что они говорят, раз вы это делаете, то, пожалуйста, увеличьте нам дотации, потому что в этих странах, по их мнению, меньше экологические нормы. Вот я видел такие же протесты в Германии, они чуть-чуть по-другому, но приблизительно такие же. Протесты в Испании фермеров в последний месяц, мы просто на них не обращали внимания, но они были против присоединения Европы к зоне свободной торговли с Латинской Америки, потому что их это волнует, их волнует фрукты и овощи, цены на это. Они блокировали авокадо в портах, французские фермеры блокировали испанских на своих переходах. То есть это такая большая европейская сейчас повестка, которая очень высоко среди всех вопросов. Но, повторюсь, в части в Польше это было гиперболизировано и усилено, очевидно, какими-то эмоциональными моментами, и в том числе подогретыми вот такими персонажами, которые вы только что вспоминали, которые специалисты во всем, и, скорее всего, еще получают за это деньги, и понятно, от какой страны. Поэтому это точно нам надо учитывать и не поддаваться, понятно, однозначно, четко, где-то спокойно, где-то более жестче реагировать, но вместе с ним не поддаваться на провокации. Это все, вся ситуация в Европе, во всем мире, она усиливается тем, что сильное падение цен, которое происходит уже второй год, она происходит не из-за Украины, она происходит из-за хороших вружаев везде в мире, вот так совпало, в Бразилии, в Америке, в Аргентине, в той же России, которая демпингует и одновременно решается какие-то политические задачи, которые, понятно, очень плохие, но они вот так действуют, здесь нет ничего удивительного. Поэтому вот этот клубок причин, он создал вот такой плохой результат, и это нам всем надо учитывать, и власти в том числе, потому что их польская однозначно, ну и нам тоже надо учитывать в переговорах с поляками однозначно. Надо понимать, что у нас параллельно очень важный, даже более важный процесс, чем другие торговые дискуссии, которые сейчас существуют. Это продление зоны беспошлиной торговли, которая оканчивается 5 июня со всей Европы. Вот только сегодня было получено очередное позитивное решение, если не ошибаюсь, 23 или 24 страны проголосовали за, несколько только воздержались, и где ограничения только на яйца, курицу и сахар, и они умеренные. То есть этот процесс движется правильно, он конструктивный, это кого-то раздражает, и мы должны учитывать, что его нужно довести до конца и довести, скажем так, спокойной, трезвой головой, понимая все, что вокруг происходит. Ну, просто чтобы понимать, так будет всегда, или все-таки это, вот как вы говорите, это также еще связано с хорошей урожайностью во многих странах, а почему все-таки не задумываются о том, чтобы еще и ввести санкции против российского продовольствия, учитывая, что Российская Федерация еще и ворует украинское зерно, и им торгует, тут, ну, сам Бог велик, говорится, возможно ли вообще такое решение? Смотрите, это нужно, и тут я не успел на это ответить, там будет, я думаю, несколько хороших новостей этой осени, подготовленных, и которые будут там на практике дальше реализоваться. Вопрос того, будет ли так всегда. Вот, знаете, я вот в прошлом году, когда раньше ни от такого опыта не было, я начал приезжать на встречи министров сельского хозяйства европейских, и, соответственно, потому что мы стали ближе, у нас как бы общая повестка, и я был свидетелем многих дискуссий в Европейском Союзе между членами, между соседями десятки лет, и они были ожесточенные, просто по телевизору нельзя показывать, начиная с какого-то распределения квот по вылову рыбы и так далее. Вот то, что это такие дискуссии, я на это предлагаю посмотреть чуть с другой стороны. Это значит, что мы уже какой-то правой или левой ногой немного в этом обществе, и нас воспринимают как в какой-то форме уже члена. Да, эти дискуссии будут всегда, это часть демократического сообщества Европейский Союз, и там много торгов, много компромиссов, каждый отстаивает свои интересы в максимально возможной форме и очень разными способами. Я вот как раз хотел добавить, что в разрешении всех этих проблем очень важно учесть именно опыт наших балтийских союзников, стран Балтии, ведь там такие же проблемы, там тоже уменьшают дотации, там экологические какие-то требования вводят. Но в странах Балтии фермеры бастуют против всех этих вещей, и в том числе против российского зерна. Они специально на этом акцентируют, что это не исключено, что это зерно украдено у Украины. То есть мы решаем свои проблемы внутри Европейского Союза, но протестуем, чтобы через наши страны шло транзитом в ЕС российское зерно. Вот это, по-моему, тоже стоит учитывать в разрешении этой ситуации. Плюс ко всему вот эти вот явные провокации на украинско-польской границе. Как считаете? Да, это повестка прибалтийских фермеров, в том числе литовских, и там ведется определенная работа, и я думаю, в ближайшие месяцы там будет такой готовый результат, который многих удивит. Только сегодня, в последний раз я общался с литовским министром, в частности, по тому, какие идеи в связи с этим обсуждаются. Поэтому тут чуть-чуть надо набраться терпения, чтобы это было правильно, и главное, чтобы оно на практике было реализуемо. Потому что мы видим за последние два года разные сигналы, когда объявляются санкции, они, по сути, не работают. Поэтому мы уже тоже научены каким-то опытом, и хотим, чтобы это имело результат. И, извините, там еще параэкологические нормы хотел как бы... Смотрите, это не только протест литовцев, это протест во всей Европе. Вот во Франции было одно из основных требований — это отменить экологические нормы, отменить то, что мы там 4 или больше процентов земель должны вывести из оборота, и там должна как бы создаться новая экосистема, там пастбища и так далее, и так далее. Мы этого не хотим, мы это не в равных условиях. То есть таких требований в Европе о них очень много, и они все похожи. И это не только Литва, это и даже такие большие, как бы одни из первых членов Европейского Союза, как Франция. И также, Николай Тарасович, хотелось бы уточнить о решениях этой проблемы. Вот Украина планирует новый экспортный маршрут, чтобы обойти польскую блокаду и увеличить свой экспорт до довоенного уровня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. И Киев уже завершает, по его словам, планы экспорта контейнерных перевозок через Верхний Дунай, поскольку Румыния, по словам Кубракова, более предсказуема, чем польская граница. И, по его словам, также в планы на этот год входит снятие всех искусственных препятствий для экспортеров и работа над улучшением внутренней логистики. И новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанции и дунайских портов Германии. Насколько это улучшит ситуацию? Ну, конечно, улучшит. Это достаточно перспективная история. Чем больше вариантов, тем всегда лучше. В том числе и договариваться с соседними. Вы согласны, когда партнер ваш понимает, что он не уникальный, это всегда помогает достичь соглашения, скажем так, более компромиссно. Поэтому без привязки к Польше мы этот маршрут в правительстве планировали. Спасибо Минтрансу, он его подготовил достаточно хорошо. Мы его анонсировали не на этой неделе, еще раньше мы собирались с бизнесом, предвидя возможность усложнения ситуации, в том числе и в Польше. Буквально вчера-сегодня происходят переговоры с потенциальными поставщиками, для которых это тоже первый раз. То есть это техническая работа. Там есть разные места, куда оно может доходить, в Австрию, Германию, если не ошибаюсь, даже до Регенсбурга. Ну, могу ошибиться. И сколько должно быть бар, если не ошибаюсь, до шести, сколько контейнеров, какие футы, сколько футов, из каких мест, сколько оно перегружается, по какой цене. Вот это уже сейчас такая практическая работа, которую в ближайшее время все увидят. Ну и в финале нашей беседы, Николай Тарасович, ну по поводу селектора с президентом, наши следующие шаги будут очень скоро. Скоро, как сказал Зеленский. Ну вот раскройте секрет, что за шаги и как скоро. Я не раскрою. Президент, в принципе, в своем обращении сказал много. Мне лично обращение понравилось. Оно очень сбалансировано, достаточно четко. Не потому, что я член правительства, мне как бы действительно понравилось. Скажем, не только в том числе, потому что я член правительства. Поэтому, ну смотрите, это все равно очень тонкие отношения. Президент там четко дал понять, что в приоритете это дружба, солидарность с Польшей. И у нас общие цели, все остальное не должно стоять впереди, перед этими общими целями. Поэтому настроение, которое было во время селектора, я вам передал. Все остальное увидим в ближайшее время. И буквально, коротко спрошу, насколько поляки теряют от таких блокировок? Ну смотрите, мы можем гипотетически посчитать. Ситуация какая. Мы, в принципе, если мы берем баланс экспорта и импорта по аграрке за 2000... Но они же зарабатывают на транзите, понятное дело. На транзите они отдельно зарабатывают. Это тоже можно посчитать. Это, я думаю, сотни миллионов где-то долларов в год. Тоже немало. Но объемы торговли это в миллиардах. Мы им продаем приблизительно на 1,7 миллиарда. Они нам продают на 1,1, 1,2 миллиарда. Но учитывая деньги, которые они получают от транзита, я думаю, мы будем очень близко друг к другу. Спасибо вам. Спасибо, Николай Тарасович, за содержательную беседу. Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины, был на связи с телеканалом «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.